Следователи Курской области разбираются в обстоятельствах трагедии, в результате которой погиб школьник. За жизнь еще одного сейчас борются врачи. Все произошло в Железногорском районе. Ребята играли на пустыре и нашли боеприпас со времен Великой Отечественной. Один из мальчиков взял его в руки. Ну и дальше самое страшное. Как снаряд мог оказаться рядом с жилыми домами и кто виноват в случившемся, выясняла Дальмира Бирюкова. Маленькая тихая улочка в городе Железногорске Курской области. Детская площадка. Здесь после недавнего происшествия никого. Груда металлолома во дворе. Дальше заросли кустарника. А там дальше свален строительный мусор. В нем, по сообщению местных жителей, дети и нашли опасный снаряд. Ближе всех к месту трагедии дом Евгения. За полчаса до взрыва он разговаривал с детьми. Обсуждал, как поставить на детской площадке футбольные ворота. Взрослые видели, что ребята играли возле свалки, но значения этому никто не придал. Строительный мусор, нашли снаряд. А как он там мог оказаться, неизвестно? Месяц с строительным мусором. Пацаны, они же везде лазают. Говорят, где-то на углу улицы в кирпичах нашли. Люди на шашлыки идут, брали недавно. Те же там кирпичи, ничего такого не видели. По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года, четверо ребят в возрасте от 8 до 10 лет, гуляя в кустарнике, обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Этот снаряд они принесли на улицу Краснознаменной. И в результате неосторожного обращения произошел взрыв. Трое детей пострадали. Один из них, это 8-летний мальчик, он отошел в сторону, поэтому не пострадал. Первую помощь раненым детям оказывали врачи станции скорой медицинской помощи. Она находится неподалеку от места происшествия. Двое детей нуждались в срочной госпитализации. Одного школьника доставили во вторую городскую больницу Железногорска. Но травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик умер в реанимационном отделении. Второго пострадавшего школьника экстренно с тяжелым осколочным ранением отправили в детскую больницу в Курск. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Он перенес тяжелую операцию. Сейчас находится в отделении анестезиологии реанимации. Размаженный перелом с повреждением костей, мягких тканей, сосудов. Третий ребенок практически не пострадал. У него незначительные осколочные ранения. Да вообще, как она там оказалась, неизвестно. Мы тут все детство пролазили. Мы тут все шалаши, мы тут все перерыли. Просто мы никогда такого не находили. Неразорвавшиеся снаряды времен Великой Отечественной почти каждый день в Курской области находят поисковики. Только представители отряда «Курган» совместно с МЧС уничтожают в год не менее 500 штук. Еще десятки тысяч, по оценке, поисковиков лишат в земле. Часто их поднимают на поверхность техникой, когда строят дома. После войны было разминирование, нередко формально. И на сегодня мы имеем объективную ситуацию, что у нас в любом месте, любой человек может найти очень опасный снаряд, мину, гранату времен Великой Отечественной войны. Главное, что сейчас предстоит выяснить следствию, откуда на окраине Железногорска появился артиллерийский снаряд. Назначены экспертизы. Четыре судебно-медицинских, взрывотехническая и трассологическая. Возбуждено два уголовных дела. Незаконный оборот боеприпасов и причинение смерти по неосторожности. Дальмира Бирюкова, Юлия Ходорова, Антон Ефремов и Василий Филаретов. Первый канал. Курская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова